Протест триумфально шагает по России, обозначая все больше горячих точек на карте страны. Замкнуться в своей скорлупе, убежав от грязной цивилизации, никак не получается. К примеру, бывшие уфинцы решили переехать из Уфы в экологически чистый пригород, где пока еще можно спокойно жить и воспитывать детей. Но не тут-то было. Рука вездесущего чиновника подмахнула очередной финансово выгодный проект. Теперь вблизи от их домов планируют построить экологически грязный завод. По оценкам специалистов Минприроды РФ, при выходе производства на проектную мощность, в атмосферу будет выбрасываться около 18 тонн формальдегида, 12 тонн аммиака и 13 тонн ангидрида в год. Список этих прелестей, которые вот-вот растворятся в воздухе, произвел впечатление на граждан. И 27 июля 2013 года они вышли на народный сход. Протестовало около полутора тысяч человек. Для Уфы это значительная цифра. А что еще остается жителям района Шакша, поселков Дорогина, Кириллова и Князева, если митинги фактически под запретом, а власти игнорируют интересы людей. Даже публичные слушания не проводились, не говоря об экологических исследованиях. Я сам списывался с представителями Польши, город Шеценик. Там тоже есть такие заводы. Там есть завод. Списывался с болгарским городом. Сейчас не скажу, как называется, ну, болгарское название. Там люди воюют. Они судятся, они постоянно судятся с этим заводом. Там деваться им некуда. Они судятся почему? Нет фильтров. Да, фильтры ставят. Когда ставят? Когда приезжают проверки? Фильтры ставят. Где гарантии, что у нас такого не будет? Нету гарантии. На каком основании принялись, что не надо заключение экологического? Непонятно. Нужно провести публичное слушание, чтобы граждане выступили и высказали свои мнения, кто за, кто против. Соответственно, чтобы вас все слышали о том, что здесь граждане возражают с этим заводом. Кричим об этом. У нас никто не слышит. Какие ваши требования конкретно? Вы хотите, чтобы у вас завод не строили? Не строили, не хотим. Пусть строят, если хотят, магазин большой, там, я не знаю, физкультурный. А социальное жилье, социальное объекты, дороги, школы. Ну, мне производство химическое и промышленное. Это же спальный район, вообще новый спальный район. Вот эти люди, которые сейчас там работают, на основании чего производится работа? Где паспорт строительства? Где вся остальная документация? Вот там есть там мастер, я не знаю, кто там, прораб и так далее. Это же можно узнать сейчас. И после этого сделать обращение в милицию на основании чего они это делают там. Я сейчас приду и начну здесь копать, ставить сваи и все остальное. Ко мне через пять минут придут тут же. И сразу придет участковый. Все, кому не лень, придут. А здесь никого нет. Ни участковый, никого. Всем все нормально. Пока мы не организовались, никто ничего не узнает. Администрация Калининского района не в курсе, что вы хотите сказать. Вчера мы с сенсативной группой встречались в администрации Калининского района. Два часа мы обсуждали все вопросы, которые были подняты вами, и договорились, что нужно встретиться именно на тех уровнях, на республиканском, городском, районном уровне, чтобы все вопросы могли рассмотреть и ответить на все поднятые вопросы. Поэтому сейчас вот у нас диалога нормального не получится, потому что нет тех специалистов, которые могли бы ответить на все ваши вопросы. Вы должны определиться, кто будет представителем от вас давить и будут участвовать на этом совещании. Если долго и целенаправленно игнорировать народ, рано или поздно он ответит – жестко и безапелляционно. И горячие точки будут вспыхивать по стране все чаще, вплоть до возгорания по всей площади России. Обычно именно так заканчивается фейковая стабильность, существующая в телевизоре на фоне реального разграбления страны и презрения к ее населению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова